всем привет с тошнолобула Тюменской области пойдем мусор выкинем восьмой час расцвело хорошо уже вот видите ночью коллега провалился и решил так и остаться краснодарский ну тут да надо либо покопать хорошо либо кем-то его выдернуть так-то машинки уже вот здесь разъехались вот подтаивает она днем подтаивает и все а тут чуть-чуть рыхло я так понимаю он он вот сюда задом гнал да он хотел сюда задом затылкать я как шел передом так и заехал в принципе люди тут кто задом кто передом вот в это рыхло я попал задом и все и утонул с утра небольшой фитнес либо с лопатой либо с тросом кто-нибудь вызернет выйдет так с той стороны пойдемте посмотрим наша должна поехать по идее нам надо назад немножко все на месте все хорошо грязь на месте все четко бак слегка чуть-чуть сопливит уже немного осталось так держит мусорку найти а вот вот чуть-чуть назад получается надо сдать и вот так по кругу и поедем тоже вот эти вот вот это вот видите вот это стоял прицеп и вот так вот он протапливает вот эти ямки когда становится горячая резина вот так она потапливает башев логистика эрочка 440 до башерев логистика номера ульяновских начало 8 все народ ведь уже разъезжается расцвело день уже как не крутится увеличивается в любом случае уже получается что у нас середина марта же январь февраль ох уже три месяца как день увеличивается уже дни довольно длинные стали пойдем завозиться и будем и мы выдвигаться дальше арбайтон сим-сим откройся на най на най на най на най най на най где наши ключики чудом у нас за бортом корабля за бордом корабля у нас минус 6 огонь 9 часов 10 минут уже отстояли точки страна начало россия где наши молотки все пускай стоит на молоточках а чего нас колодками давайте глянем пусковая проверка тормозные накладки 22 процента вот один процент уменьшился только так 28 топлива но это вот сейчас одного бака просто берет второй бак я пока не пойму не запускал в работу все пока она тут было точками отмолачивает расшториваемся и покатили что пробуем села наверно вперед сорвать лед пошла лед поляка еще спит и не хочет просыпаться у меня тоже такой выбор раз тоже так вот заехал так вот раскорячился правда я с первым же лучами солнца уже вышел с лопатой на шуб ночью пытался ночью пытался так дергался дергался но я уже с первыми как только светать начала уже все с лопатой вокруг машины потому что определенно людям мешал бы выехать вот а здесь не мешает особо никому но я где-то витаж и жирный газ ума и бирске на банда кемеровская на вольвах смотрится мякость красавцы новая вольвы только низенький вот и откопался не помню не откопался это я-то все откопал но все равно без посторонней помощи туда цепи не было без посторонней помощи не получится кто меня быть зоргивал давай паровозик давай сдавай назад круг стопоренный или нет наверно потому что но умеет гонять вот такой прицеп это целая наука но когда научишься задом ездить с ним если не умеешь что очень тяжело проблематично что ты пропускаешь нет давай я выйду нет или ты будешь задом ехать я год с таким ездил честное слово сразу было мне было не понять я в германии минут 40 его толкал нужно было между двух камней крампе попасть а потом научился так что если он туда зайдет значит туда вы загонишь ох тут и слева кажется места есть я не знал у стоянка здесь огромная но если как бы ну нужно понять как его гонять потом гоняется он задан легко легко принцип не такой как у полуприцепа все покатили так время у нас пол пол восьмого утра местного тут у нас еще будет далеко такое время до самого татарстана потом мост два часа мы сегодня даже не доедем до него однозначно не доедем тюмень 333 тюмень мы не едем сейчас через 40 километров уйдем куда мы будем на макушина туда в ту сторону на курган через курган поедем кажется области здесь меняются если область изменяются значит у нас а здесь курганская область сейчас у нас закончится дорога 80 километров дороги у нас не будет особо до макушина сегодня мы уже конечно никуда заезжать не будем ни в какие гости надо и честь сдать порзать нельзя украинский губерния началась дорога как-то нет тут у нас всегда такая была было даже хуже что-то олимпы разъехались летели летели один друг гола обгоняли но нет так понимаю не в паре кстати вот перед и побежал так называли так называли всех обгоняли друг друга обгоняли интересно со стороны что-то потихоньку не спеша 40 50 на чем будем на макушину главное сухо и даже вот солнышко проглядывается наверно надо глаза девать что-то чурица заставляет по расходу до сих пор уронили до 32 и один ниже чем не хочет падать падать но ветер по встречному ветру шли ну и до 32 и один вот от новосибирска сюда на полтора литра на пробег почти 2900 уже 2868 в общем то довольно таки неплохо падать будет только до урала дальше падать перестанем вот какие мы там очень расчистили смотрится что-то не пол поля вычистили ну да это сугробы да я сбуду теперь но несется коллегу догонять с учетом того что дороги то тут нету вернее есть но она такая очень местами подгулявшая вот там сейчас где он где мы ехали там ну 40 можно быстрее не поедешь ну реально быстрее 50 страшно ехать ну реально быстрее 50 страшно ехать просто жалко просто жалко 16 метровый спешит спешит торопится что началку быстрее чего нет 0 0 0 0 0 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 все катим сука туда кургана а вот сейчас указать кургана отсюда 125 километров на челябинска 390 турист варгашах вот так на троечку пообедал даже снимать не стал третий сорт не брак короче братцы поедем мы искать шиномонтаж здесь кстати есть он написано видите там мойка шиномонтаж зашел говорят не шиномонтажа нету на заборе тоже много чего написано странно говорю я на заборах что написано не читаю шиномонтаж чего на же вот эта ось вывернута короче вот ведь что уже с колесом она уже почти стесалось ноль и что самое интересное когда ехал туда мы еще в нга 6 димка встречали еще смотрели еще так и обсуждали с ним если его на среднюю ось поставить она еще тысяч тридцать сорок пробежит вот за 6000 она была примерно вот так выглядела как это вот теперь она вот как но это то бог с ним когда мы загоним на сканию нам новые колеса поставят это в любом случае колесо пойдет на мусорку я думаю до туда но каким-нибудь образом доедет и просто сейчас сюда лезть запаску эту крутить по этой грязи чуть никакого желания нет надеюсь что не выстрелить так вот это хрен с ним колесо а вот здесь у нас стоит новое было незаметно но если хорошо присмотреться внутреннюю часть тоже выедает получается она ось идет вот так чуть-чуть вот так выдвинута нет вот так вот наоборот вот так и тут и вот видно что внутреннюю часть она ниже чем наружнее поэтому сейчас ну что сделаем заедем наш на монтаж и вот это колесо с этим поменяем поставим его на среднюю ось а это пускай съедает что делать потому что ну жалко просто-напросто спортивного и колесо в ноль вот за этим надо это сделать можно вот туда ехал было незаметно а вот сегодня утром уже так машину обходил что-то присмотрелся вчера там снег шел уже как давить на него сегодня посмотрел жалко жалко колесо поэтому надо заехать просто переставить его на среднюю ось и пускай она каток потом катается там катается а нам как раз три таких колеса дают новое по страховке и все там то что единственное что говорят что-то сосью проблемой вот полностью ось менять вот эту переднюю с осью проблемы если по приезду на ремонт оси еще не будет то мы новые колеса заберем а так на старой резине оставим чтобы ну вы поняли чтобы не следало новые колеса мы еще покатаемся с насколько их хватит еще вот такая вот засада поедем не знаю наверно все таки мы где-нибудь за пензой заедем помоем я мочу я не открыл что потому что уже просто страшно смотреть на машину так 24 километра отсюда машиномонтаж в дорожной сети как раз поедем если не занят свободен заедем перекинем наши два колесика ну вот честно скажу вот ехал каждый день обхожу смотрю не видно было не про вот не обращал сильно внимание а вот сегодня утром присмотрелся смотрю март и резину на следующем повороте поверните на право затем на следующем повороте поверните на право тут а колесо ладно говорю его как бы там сожрет сожрет она все равно на мусор втроем не жить ларисе ванне забился на монтаж чтобы это ну знать где и куда ехать мимо не пролететь а этим сделаем если там свободно но уж на и сотрет ты хрена не на него выбросили все вот новое новое жалко получается у нас с левой стороны вот перед бурганом где руснефть надо посмотреть через 600 метров ваше место назначения будет слева вот так тут же будет сплошная надо посмотреть что там свободно не свободно и на куда-то ехать разворачиваться что у нас здесь еще на монтаж монтаж свободен стоит машина ваше место назначения находится слева стоит машина вроде свободно в общем-то вон впереди место разворота ай никого нету такая шина и сплошная здесь ездить тут кругами и мою меч доказал что там место есть я зря нарушал получается там не заехать там это то он чувствует просто стоит или что это ту-2 выедет как камаз что я не пойму или он на шиномонтаж стоит или он просто стоит блин и не проехать нигде очень зря я нарушал наверное иду посмотрю он поехал нормально она здесь и сейчас не утонем спопа и не вышел так давай-ка родная вытаскивай-ка на хороший асфальт мы попробуем сюда с разгончику теперь заскочить и проложить на следующем повороте резко поверните налево значит не ой 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 Стремненько, тут такой заездик, я вам скажу Конечно, там лучше бы задом заскочить Сейчас попробуем с разгончика Может зайдем Разгончик только взять Лучше все, конечно, оттуда было бы задом затолкать Попробуем Главное, чтобы не провалиться здесь Нет, тут она уже вытащена, никуда не денется Главное, где с поворотом проблема Все, пойду сейчас к пацанам Пускай сделают нам, и мы поедем со спокойной душой Все, процесс идет Делов на 15 минут Два колеса снять, поставить И все, и дальше поедем Потом опять будем, да? Через сплошную крутить Наверное Без вариантов, разворачиваться, далеко ехать На следующем повороте Поверните налево Все Полчаса Парни Обедали Поэтому Поехали Выпендриваешься ты еще Буксуешь Минут 10 Они еще кушали По итогу все Теперь хоть будем ехать спокойно Эх, сейчас бы еще крутануть бы здесь, а? Сейчас посмотрите Там никого нет Там есть Вот дав проходит С той стороны кран проходит И крутанем мы здесь Не поеду я Такая ужина и сплошная Главное, чтобы это Полицаи не увидели Придут обидеться Вот здесь разрыв Потом искать Будем ехать спокойно Зато Что новое колесо Мы не ухандухаем Раньше времени Все Курган Проходим Ну и дальше Челябинск Хочешь Хочешь Рассмешить Бога Расскажи ему О своих планах Ну Планы не планы Но желание Сегодня На Урал залезть У нас присутствует А еще бы его Пройти Ух, какие ямы-то здесь Возможно, конечно Пускай не весь Но куда-нибудь Больше половины Было бы вообще красиво Во времени Это еще только Пол третьего Поэтому почему бы и нет Что у нас здесь До Челябинска Пусть 4 часа Сейчас до Челябинска Пол третьего Плюс 4 Пол седьмого Пауза Пол восьмого Ну и еще Часа три Можно поработать Куда-нибудь туда Фига какой Нецерпеливый Ну давай Интересно Там по мосту Точно так же Понесется Или нет Сейчас за трактором Встанем на мосту И будем ползти за ним Посплошной Так и будет Не? Пошел на вгон Не? Не? На мосту Не рискнул Коллега Кемеровский Ну и вот Все Конки закончились Теперь едем На Тобол смотрим Тут быстрее не поедешь Через этот мост Убитый в хлам В принципе Тобол Что на него смотрят Смотрите какие ямы Ооо Замерзший еще Замерзший Однозначно замерзший За бортом 0 Правда Весна и сюда добралась Что ты мне тут Сорока на хвосте Принесла Что у нас Челябинский снег И в Уфе снег Это еще Это весь Тобол Да? Ого Серьезная Река Это маленькая Она здесь Коллега Выключи поворотник Ты его как включил На поворот Уходил На обгон Уходил Так вот Это до сих пор И моргает Вот там у нас Куркан Столица Одноименной области А только сейчас Забейся Смотрит 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 Табличка Первый класс Опасности Здесь просто Никто на это Внимание Не обращает За такую табличку Что она открыта Там за бугром Быть Сразу Было Иди сюда Вы что Взрывчатые вещества Название Вещества Не знаю 0,1,80 Что за Ну а И классификацию Я взрывчатых Не знаю Знаю Что единичка Это взрывчатые 1,1,F Что это значит Понятия не имею Меня на них не учили Где Корки были АДР Вот видите Ну тоже не такая Что я сплошная Правильно Дастер Вот Но У меня не было допуска Не такое Что тут и знак Обгон запрещен Это самое Мне нельзя было возить Вот первый класс И седьмой Про бочки я молчу Это отдельные корки Вот именно Из всех классов Из Девяти Мне было тоже запрещено Вот первый водить И седьмой Первый это взрывчатые Седьмой это Радиоактивные Отдельные На них учиться надо Дополнительно Видишь Коллеги Можно возить Первый класс опасности Петарды Там все эти дела Патроны Снаряды Ё-моё Он прицеп потерял Я чуть-чуть В него не всадил В этот прицеп Иваны Расцепился Еле успел Убрать машину Сейчас С регистратора Остановлюсь С регистратора Заберу Я же Флешка Купил Уже Новую Все Она теперь Через час Друг на дружку Не записывает Охренеть Чуть я ему Не усандалил В этого прицепа Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова И главное, что мне чуть не усадили в хвост Что-то у меня Даже похоже Дрова мои Немного Вперед Пошли Но это мне кажется Скорее всего Может быть Тормоза бил Резко Хотя и скорости Как таковой Не было Это ему повезло Там вот Задьки на тракторе Что Прицеп не поехал Навстречку И кому-нибудь Под колеса Не улетел Да Прикольная штука Получилась Вернее Чуть не получилось Направо Это у нас По-моему здесь отсюда На Тюмени Это направо Дорога Да На Тюмени Катя прямо На Катю Следующее кольцо Если уходить Через 300 метров Едите на дорогу Скотон от движения А затем съедите Используя Второй съезд Р254 Едите на дорогу Скотон от движения А затем Съедите Используя Второй съезд Ну что-то у меня Нагрузка Немножко на вторую ось Повысилась Наверное Немножко Пошла Моему Немного Но пошла Моя вагонка Вперед Не сильно Но пошла Возможно Немножко на вторую ось Немножко на вторую ось Едите на вторую ось Продолжение следует...